Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигеей и Танакеей, всеми богами и богинями, беря их свидетели. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. В какой бы я дом ни вошел, я пойду туда для пользы больного. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и искусстве и славе у всех людей на вечные времена. Ровно полвека назад в Москве было создано уникальное лечебное учреждение – городская поликлиника номер 25. Именно здесь, в далекие 60-е, студенты и сотрудники Университета Дружбы Народов имени Патриса Ламомбы, а сегодня Российского Университета Дружбы Народов, укрепляли и укрепляют свое здоровье. Но не только в этом уникальность нашей поликлиники. Уникальность ее прежде всего в том, что здесь работают прекрасные люди, посвятившие себя тяжелой и удивительной профессии – медицине. Люди, чей ежедневный самоотверженный труд во благо здоровья будущих высококвалифицированных специалистов, элиты из 140 стран мира приносят свои плоды. Как таковое отношение к иностранцам в одном только. Потому что мы понимаем, всегда понимали и понимаем, что они в чужой стране, что им трудно, что им нужно больше внимания и больше тепла, и больше понимания. Языковой барьер, ну не возмущаться, что он не может объяснять. Это первые курсы, они там с трудом, там несколько слов, там. То есть терпеливо выслушать. Из этой вот набора слов непонятно каких попытаться понять, что он хочет сказать. Они возмущаются и нет. В этом плане, да, подход специфический и особый. Но не менее теплый к нашему. Наши все-таки они родные, а те просто требуют внимания. Выпускник РУДН 1978 года, кандидат медицинских наук Георгий Кобыляну, был назначен главным врачом поликлиники номер 25 сразу же после окончания аспирантуры. Одно время он заведовал курсом семейной медицины, а сейчас является доцентом кафедры общей врачебной практики медицинского факультета РУДН. После учреждения университета был организован медицинский пункт, который потом развился со временем в поликлинику. И получилось две группы сотрудников из разных учреждений. Одна группа пришла из МГУ вместе с первым главным врачом, а вторая группа осталась на месте в медпункте Академии Генерального штаба, где помещение, где располагался в то время, ну, на Арджианихидзе университет. И все было хорошо, долгое время, лет 20 они работали, одновременно поступили, работали. И все это держалось хорошо до того времени, что ушла на пенсию там самый первый главный врач. Наталья Тимофеевна Сидорчук, первый главврач поликлиники, будучи врачом-терапевтом, обладала высокими организаторскими качествами. На ее век пришелся довольно непростой период в истории поликлиники, основание и первое 20-летие развития. Работала с ней с ней очень хорошо. Такие девочки были очень хорошие, приветливо меня приняли, потому что сама поликлиника с 60-го года, а уже работали, поликлиника и аптека уже работали. Ну, со студентами вначале было очень трудно общаться, конечно. Мы и на руках, и я немножко знала французский язык еще со школы, поэтому некоторые фразы могла им... Они очень были довольны и очень удивлены были, что я могла как-то им сказать. В основном у нас была и профилактическая работа, это значит, когда приезжало много иностранных студентов, мы все их обследовали. Значит, у нас на 42-м квартале, тогда этот назывался Миклуха Маклая, так мы называли, в 6-м блоке принимали студентов, которые прибывали из разных стран. Там были все специалисты, вся диспансеризация. Нам выделяли отдельный этаж, был карантин. На карантине работали все врачи и медсестры. Буквально вся поликлиника с Орженикидзе уезжала на карантин. Мне нравилось, что много из разных стран студентов, что все такие интересные, красивые, разнообразные со всех стран. Все красиво одетые, все с дипломатами. И такие очень интеллигентные, культурные там дети были. Каждого студента мы тогда, вот он приходил, например, на прием, мы с каждым водили за ручку его по всем кабинетам. В 80-м году после ухода Натальи Тимофеевны, ее место занял Александр Васильевич Кичигин в выпускании Круден с 5-летним стажем. Александр Васильевич начал совершенно иной период в развитии поликлиники. Бел практику каждодневных врачебных конференций, на которых собирал весь коллектив. Именно он добился введения новых амбулаторных карт для студентов Университета Дружбы Народов. Этим нововведением Кичигина врачи успешно пользуются и по сей день. Вопрос о том, кто заменит прежнего руководителя, с такой же неуемной энергией вольется в рабочий процесс, стал животрепещущим. К тому времени более-менее был известный в университете секретарем комсомольской организации, факультетом в комитете комсомола, в строятряды ездил. Ну и самое главное, ленинским степениатом, в советское время это было два таких человека на всю Москву, заканчивал аспирантурой, представил диссертацию к защите. К этому времени у меня было два авторских свидетельствах на имплатируемые электрокардиостимуляторы, там по нарушениям ритма. Занимался я тематикой перспективы ранней механизма формирования комплекса изнашивания сердца. Из-за этой относительной известности и опыта работы с людьми, меня пригласили высокие партийные органы и сказали, что надо вам работать на этой должности. Георгий Кобыляну – прекрасный организатор. И свои способности на этом поприще он с успехом реализовал во время стройки современного здания поликлиники. Да, именно той, которую привыкли видеть сегодняшние сотрудники и студенты. Последняя инстанция, которая была, которая решила судьбу строительства нового здания, это был Андрей Андреевич Громыко, который в то время был председателем президиума, по нынешнему президент, да, и министром иностранных дел. Когда он написал резолюцию на это обоснование, что политически целесообразно, вот после этого все пошло в Госплан и так далее. 89-й год прошлого столетия стал для поликлиники знаковым. Именно в это время состоялся переезд в новое здание. Под неусыпным контролем главного врача Кобыляну медицинские кабинеты были оснащены самым современным на тот момент оборудованием, в том числе техникой иностранного производства. Удалось решить вопрос с оснащением оборудованием самым современным. По тем временам для этого нужно было получить валютные резервы. Причем строилась поликлиника из двух источников. Стены зданий строил у министерства высшего образования, а оборудование персонал – министерство здравоохранения. То есть у этих нужно было строить материалы, а у тех найти оборудование, главное найти валюту, чтобы импортнуть. Прежде всего меня волновала стоматология. Наконец удалось приобрести бормашины стоматологические, которые не вызывают болезнь на высоких оборотах. Но это было одно из главных. Спроектировали так, что у каждого врача, терапевта, стоял в кабинете небольшой диагностический комплекс, не уходя никуда, который одновременно можно было мерить температуру, артериальное давление, снимать электрокардиограмму и два канала энцефалограмма. На месте. Пока он его осматривает, он получает результаты обследования. Их всего 9 студенческих поликлиник в городе Москвы. И это единственная поликлиника новая. Архитектура, строение и так далее. И было достаточно оборудования клиникой диагностической, которая успешно помогала нам в лечении и постановке диагноза. Владимир Иванович Кузнецов, главврач поликлиники с 1989 года, возглавил руководство на новом месте. Выпускник 1979 года Кузнецов прошел достаточно долгий путь до поста главы поликлиники. Был и заведующим терапевтическим отделением, и заместителем главного врача. Закончил ординатуру клиническую на кайфере внутренних болезней. И пришел работать с врача-терапевта. То есть все шаги. Потом я стал заместителем главного врача по клинико-экспертной комиссии. А потом стал главным врачом. Как раз в это время уже это была выборная должность. И здесь у нас на собрании поликлиники присутствие Владимира Михайловича Филиппова. Мы выбирали его. Выбирали мы, конечно, не потому что нас заставляли, а потому что это был зов души. Мы хотели, мы его хотели, мы его полюбили. И нам с ним хорошо работалось. В течение 12 лет Владимир Иванович руководил поликлиникой. Но, как известно, тяжелее всего осваивать начало пути. За время пребывания на посту главного врача профессор Кузнецов отличился уникальным умением быстро и эффективно решать любые возникшие затруднения и проблемы. В период становления, когда только построили поликлиник, нам ее нужно было наладить. Перевести, наладить. И нам дали такую установку. 30 декабря ее сдали, а 7 февраля мы должны были открыть. И мы открыли. Студенты пришли с каникул. В новый поликлиник мы их уже принимали. Перевезли. Коллектив был готов. Установили оборудование. И прием был полноценный. На период работы Владимира Ивановича на посту главного врача поликлиники пришлось нелегкое время в стране. Внедрение новой государственности, сопровождающей его период нестабильности, новая система документооборота и отчетности. Однако, несмотря на все эти трудности, главврачу удалось сохранить кадровый костяк и вывести поликлинику на новый виток развития. Конечно, это был такой экстрим. И вот сейчас, по прошествии лет, я думаю, как это мы могли, не только я, это весь коллектив, на развал Союза, и сразу нам в департаменте говорят, поликлинику не будет финансировать. У вас учатся иностранные студенты, и пусть они вам платят. И вот мы боролись за становление. Мне очень жаль, что вот то, что было сделано в техническом оснащении, оснащение, а все это оборудование требовало комплектующих, расходных материалов, технического обслуживания иностранных фирм. Да, все это с перестройкой ушло. И весь этот труд оказался по большей частью, ну, не знаю, лет 5-7, он просто какой-то год, там, полтора поработал, все это зачахло, и все закончилось. Но главная заслуга Владимира Владимировича Кузнецова, я думаю, в том, что он в то время сумел сохранить коллектив, и то, что можно было, то, что можно было, чтобы уцелело, он сумел сохранить. И наступил период, когда зарплату платить было нечем, и финансирования не было. Но нам помог университет. Поддержал и морально, и материально. Открылись новые отделения, новые кабинеты, новые специалисты, много выпускников медицинского факультета к нам пришли, кандидаты медицинских наук работать. И ранг поликлиники, он очень сильно вырос, и авторитет, он набрала значительный авторитет, она стала передовой, и сейчас это все сохраняется. В принципе, она много профильная, есть все, чтобы обследовать студентов. В сложных, трудных моментах, ситуациях и болезнях у нас есть специалисты медицинского факультета, другие диагностические центры, где мы можем студента направить и пролечить бесплатно. Лидером по всем показателям, как лечебным, так и диагностическим, поликлиника номер 25 остается и сегодня. И сегодня, как и полвека назад, с момента создания, основным видом деятельности здесь является именно профилактика здоровья студентов и сотрудников университета. И мы все прекрасно понимаем, что это дети, они для нас действительно дети, потому что это дети от 16 и более лет, но ребенок всегда есть ребенок, который приехал из далекой-далекой страны учиться к нам сюда, в Россию, в необычные условия, в необычный климат, необычные для него, непривычные, точнее, социальные условия. Ему надо помогать, не только помогать в плане оценки состояния здоровья, в плане диагностики лечения, при необходимости проведения профилактических мероприятий, но помогать жить, хорошо жить в условиях Москвы, в условиях нашего университета. Поэтому врачи являются не только врачами, среднемедицинский персонал, не только медицинскими сестрами, но и воспитателями, которые заменяют и друзей, и родителей, и родственников в плане помощи нашим ребятам. Выпускник РУДН 1984 года Александр Ходорович пришел работать в поликлинику номер 25 врачом-гинекологом по совместительству в 1988 году. С января 1990-го на протяжении 12 лет Ходорович был заместителем главного врача по медицинской работе. С марта 2002 года и по сей день Александр Михайлович занимает пост руководителя поликлиники. Александр Михайлович Ходорович тоже, я уходя оставил его заместителем главного врача по литебной части, то есть двоих, смена там получилась такая, и потом он стал главным врачом с опытом, с сознанием, а начали вот с Александром Михайловичем, это еще на Родженикидзе, он пришел молодым врачом, совершенно неопытным, и вот за это время, ну, представляете, есть опыт, есть знания, есть умения, и он знает, как это от корней, как это выросло, и как это... И вот только при нем частично начинает осуществляться моя мечта, которая была изначально. Я почему строил это здание таким большим? Хотелось ее сделать консультативно-диагностическим центром, потому что кадры есть профессорско-преподавательские высокой квалификации. Сделать из нее этот центр и учебная база, и лечебная помощь, есть кадры, есть оборудование, есть помещение. Мечты сбываются. Сегодня поликлиника номер 25, находясь под руководством доцента кафедры общей и врачебной практики РУДН, заслуженного врача Российской Федерации Александра Ходоровича оснащена многим необходимым оборудованием, которым могут похвастаться отнюдь не все лечебные учреждения столицы. Последнее приобретение, очень хорошее приобретение, мы его ждали долгие-долгие годы, это приобретение компьютерного томографа для медицинского центра университета, но наши пациенты, пациенты поликлиники, безусловно, этим пользуются. Мы тоже направляем на определенные диагностические вмешательства. Уникальное современное оборудование получено поликлиникой в рамках президентской приоритетной программы «Здоровье», рассчитанной не только на поддержание хорошего самочувствия студентов, но и на повышение работоспособности сотрудников университета. Это действительно уникальная, очень интересная программа «Здоровье». Она была организована уже несколько лет назад с помощью Владимира Михайловича, и долгие годы он ею руководил. Мы привлекаем медицинский факультет, поликлинику, санаторий-профилакторий нашего университета и, безусловно, физкультурно-оздоровительный комплекс. Очень интересные результаты мы получаем в результате реализации вот этой программы. Постоянно собирается координационный совет, постоянно выносятся какие-то решения, строятся планы. Я считаю, что такая программа должна быть в каждом ВУЗе. Безусловно, в каждом ВУЗе. Потому что ВУЗы готовят людей, которые в перспективе будут потенциалом, и стратегическим, в частности, потенциалом нашей страны. Должны быть здоровые люди, которых надо учить, как правильно себя вести с точки зрения здоровья, как правильно питаться, как правильно организовывать свой режим дня, и как правильно, и с какой регулярностью проводить профилактические мероприятия. Действительно, болезнь легче предупредить, чем вылечить. Потому именно профилактика болезней является наиважнейшим аспектом деятельности медицинского персонала поликлиники номер 25. Регулярную, обязательную диспансеризацию студентов здесь неуклонно проводят на протяжении всей полувековой истории. Следует отметить, что даже когда система диспансеризации Советского Союза развалилась, в поликлинике номер 25 она была сохранена. Ежегодно, с сентября по май включительно, по специальному графику, утвержденному приказом ректора, сотрудники поликлиники принимают, осматривают и выдают рекомендации всем студентам дневного отделения РУДН. А это около 15 тысяч человек. У меня работает 40 врачей. Из них 7 кандидатов в медицинских наук. Очень много врачей, выпускники нашего университета. Поэтому они знают специфику, они знают не только ту патологию, которая встречается у нашего контингента, у наших студентов в тех или иных странах приема, но и знают механизм общения. Многие из них, я в частности, мы жили в общежитии, мы общались, мы росли вместе, поэтому мы знаем, как себя вести с нашими ребятами. Люди, которые работают, они относятся доброжелательно, мы к этому во всяком случае стремимся по-дружески, по-человечески к нашим ребятам, к нашему контингенту. Для меня лично все ребята, все студенты, это мои дети. Поэтому иногда бывает, что и на «ты» обращаемся, и ругаем, и отчитываем, и воспитываем, потому что это наши дети. Все они. Независимо от того, какой национальности, из какой страны, большие или маленькие, все равно это наши дети. Мы как мамы, папы. И, конечно, вот эта атмосфера молодежи вокруг, это просто необыкновенно. Чувствуешь себя все время в тонусе, все время нужно и выглядеть хорошо, и какой-то вот заряд идет мощный, энергетика хорошая от ребят. Да и проблема языкового барьера при общении со студентами-иностранцами фактически проблемой и не является. Врачи и пациенты учат друг друга, каждый своему языку. В процессе работы каждого языка понемножку, но так, чтобы студент понял. Вот только студент переступает, иностранный студент переступает порог в нашей поликлинике, он уже понимает, что мы от него хотим, что нам от него нужно. Кстати, это очень помогает, если кто-то куда-то уезжает за границу, мы всегда знаем, что мы можем найти общий язык с любым человеком любой национальности. Предварительной записи к врачам в поликлинике номер 25 нет. Если пациенту необходимо получение медицинской помощи именно сегодня и именно сейчас, он ее, несомненно, получит. Функция оказания круглосуточной помощи студентам возложена на стационар, работающий при поликлинике. Конечно, большая помощь нам это стационар. Стационар, который существует столько же, сколько и мы, 50 лет. Это единственная студенческая поликлиника в Москве, которая имеет свой стационар. Больше такого нет. Коллектив там тоже совершенно замечательный. Люди, которые работают уже очень-очень много лет и которые действительно стали для многих мамами, может быть, даже бабушками, потому что многие студенты уже знают об этом заведении, приходят и просятся полечиться именно там, потому что и питание хорошее, и лечение хорошее, условия хорошие, отношения замечательные. Кстати, наш стационар был и на сегодняшний день остается единственным стационаром при студенческой поликлинике в столице. Постоянное медицинское наблюдение над состоянием здоровья студентов и работников университета осуществляется сотрудниками и руководством поликлиники по всем фронтам. Но и сегодня, по мнению действующего главного врача, потенциал возможностей полностью не исчерпан. Потенциал возможностей, которыми владеем мы на сегодняшний день, наши врачи и средний медицинский персонал. В перспективе хотелось бы, хотелось бы оборудовать все кабинеты, все отделения компьютерами, современными компьютерами, создать единую компьютерную сеть, создать электронную базу наших студентов и сотрудников, чего, к сожалению, к моему на сегодняшний день пока еще нет. Создать электронную историю болезни на студентов и сотрудников. Хотелось бы, чтобы на приеме сидел врач одного и того же профиля, занимаясь профосмотрами, например, окулист, хирург, лор-врач. И параллельно, в это же время, в это же время, в соседнем, допустим, кабинете, такой же врач, такой же специалист вел прием больных пациентов. Для этого необходимо или наше расширение, или пересмотр наших возможностей в этих стенах. На полувековом отрезке работы поликлиники всего пять главных врачей. То, какой поликлинику мы видим сегодня, заслуга многих и многих людей. Но пятеро главных, несомненно, внесли огромный вклад, внесли всю свою душу, формирование и успешную работу поистине уникальной поликлиники, поликлиники Российского университета дружбы народов. Все главные врачи, я могу оценить, честно относились к своей работе. Они знали специфику наших студентов, что есть адаптация, есть особенные заболевания, таких, которых нет в России, допустим, гемоглобинопатии, гемоглобинозы и так далее. И все выпускники, главные врачи, передо мной, после работают в тесном контакте с руководителем, с ректором и с проректорами университета. Хотя поликлиника департамента здравоохранения не университета дружбы народов. Но мы вот так работаем. Выпускники, мы считаем, это наше большое дело вести, потому что здоровье студентов и сотрудников это основополагающее. И недаром сейчас объявили в России конкурс здоровье образующее учреждение. Вот наш университет участвует в этом. Я думаю, мы, наверное, будем на хорошем счету. Потому что у нас разработана программа здоровья студентов на три года, программа здоровья сотрудников на три года. Теперь сотрудники будут проходить также диспансеризацию не просто профредники. Вот в планах сейчас мы отрабатываем минимальные там схемы и экспресс-диагностику, но мы также их будем активно выявлять, оздоравливать, лечить, как студенты и преподаватели. От этого выигрывают все. Я искренне поздравляю коллектив нас с 50-летием. Это такой юный и зрелый возраст. И мои коллеги, они достоины большого уважения. Просто. Я им всегда говорю благодарность и спасибо, что вот как мне с ними работать. Я их всех помню, люблю, уважаю. И всем им здоровья. И чтобы они такие же оставались женственными, красивыми, они нам нужны. 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 Пожелание, конечно, чтобы не потерять то, что приобрели и попытаться приумножить то хорошее, что есть. Направление хорошее меня вообще-то радует последние годы. Знаете, радует, что не потерялось все-таки вот это осталось. И то, что изменения идут в лучшую сторону. и в плане профессионализма, и в плане оснащения, и по уровню оказания медицинской помощи. Пожелать всем сохранить все хорошее и быть здоровым. Я хочу поздравить весь наш коллектив с этим замечательным юбилеем, с полувековым юбилеем 50 лет городской поликлиники номер 25 Департамента здравоохранения города Москвы. И пожелать, безусловно, всем здоровья, желать удачи и счастья. И спасибо всем, всем огромное, огромное спасибо за преданность профессии, за верность себе, за верность своему выбору. Так что будьте здоровы и счастливы. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, разрешите мне от имени ученого совета, ректората всего коллектива Университета Дружбы Народов поздравить коллектив нашей замечательной поликлиники с замечательным юбилеем с 50-ти летием. Это очень важная дата, которая характеризует уже зрелость коллектива поликлиники и на самом деле за этим стоит огромный опыт работы не только коллектива в данный момент поликлиники, но и целого ряда предшествующих поколений, кто создавал с нуля эту нашу замечательную поликлинику. Я прежде всего хочу поблагодарить коллектив за то огромное внимание, которое оказывается со стороны всех наших врачей, медицинских сестер, обслуживающих персонала поликлиники сотрудникам, преподавателям, студентам прежде всего нашего университета в сохранении самого главного, что наверное есть у человека, это его здоровье. Одновременно я хочу сказать, что студенческие поликлиники конечно занимают особую роль по сравнению с обычными районами поликлиниками, потому что в эти поликлиники как правило приходят дети, которые живут далеко от дома, в общежитиях и во многом врачи заменяют родственников, мам, которые дома в семье следят за здоровьем детей. И поэтому так важно особое внимание врачей нашей поликлиники к проблемам, к нуждам наших студентов. А поликлиника университета дружбы народов особо еще и потому, что значительный контингент в ней это иностранные студенты, которые не просто уезжают как российские студенты из каких-то городов в Москву в университет учиться, но приезжают сюда из далеких стран мира. Это уникальная поликлиника, наверное, вы являетесь единственной поликлиникой в мире, в которой каждый год обслуживаются студенты примерно из 140 стран мира. Поскольку в мире нет другого такого университета, в котором обучаются студенты каждый год из 140 стран мира, то значит и в мире нет другой такой поликлиники, как наша. И вот внимание, забота к этим ребятам, которые уезжают из своих стран на 7-10 лет, должно быть еще более особым вниманием, потому что вы заменяете во многом семью, вы заменяете мам, родители для наших студентов-иностранцев. И я хочу повударить вас, потому что знаю, что действительно коллектив университета, воспитанный в университете, он относится по-особому к проблемам, нуждам наших иностранных студентов. И, конечно, я хочу пожелать здоровья всем вам, а вашему коллективу хочу пожелать морального здоровья, с тем, чтобы у вас действительно было бы желание идти на работу, работать в таком университете, работать с нашими студентами. Я, конечно, хочу поблагодарить департамент здравоохранения города Москвы за поддержку нашей поликлиники, за понимание особой миссии поликлиники Российского Университета Дружбы Народов. И, со своей стороны, хочу сказать, что университет очень многое делает для поддержания достойного уровня работы нашей поликлиники. Мы недавно, вы знаете, проводили ремонт этажей поликлиники, и сейчас можно достойно принимать студентов, сотрудников в кабинетах, в помещениях поликлиники. А с другой стороны, за счет средств университета мы тоже приобрели целый ряд уникальных приборов, которые используются сейчас в поликлинике для обслуживания и студентов, и преподавателей, и сотрудников нашего университета. Я хочу сказать, что мы и впредь будем помогать нашей родной поликлинике, и желаю вам прежде всего, и нам вместе успехов на этом пути. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!